Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале! Очень интересное видео это будет, потому что оно будет состоять из первой части, которую я сейчас записываю, и второй части, которая была записана примерно 3 дня тому назад, возможно даже 4, но первая часть того видео, она не сохранилась. Вот такое бывает у блогеров, такая незадача, любой блогер очень сильно расстраиваться. А это видео, да, оно было о зависти, где я в первой части видео рассказала, а завистливая ли я, и вообще, почему этот вопрос у меня возник. Вопрос этот возник у меня, потому что часто в комментариях под своими видео, да и под другими видео других авторов, если вдруг мне доводится читать, тема зависти возникает очень-очень часто. Одни зрители пишут, да чему тут завидовать, я вот напишу плохой комментарий, да это вовсе не зависть, а другие зрители наоборот пишут, да вы завидуете, поэтому такие вещи плохие пишете. И я задумалась прежде всего относительно себя самой, а завистливый ли я человек? Конечно же, если мы будем характеризовать себя как человека завистливого, либо независтливого, мы будем прежде всего исходить из того простого факта, что зависть всегда считается, всегда, даже не за редким исключением, именно всегда считается чувством каким-то, ну очень-очень нехорошим. Соответственно, мы не хотим его себе приписывать, очень часто мы в момент зависти в себе самих отрицаем. И вот я начала думать о том, а завистливый ли я человек. Вы знаете, я поняла, хотя мне очень было приятно прочитать в комментариях, что многие написали, Яна, скорее всего, вы человек независтливый. Но могу сказать, что я все-таки очень и очень часто завидую. Когда это происходит? Ну, например, когда я начала вести канал, когда я еле-еле добиралась до своей первой тысячи подписчиков, вы не представляете, как сложно на современном ютубе набрать именно первую тысячу подписчиков. Это очень тяжело. У тебя есть просмотр, у тебя растет время просмотра, но на тебя не подписываются. Все начинающие блогеры современные через это проходят, это очень сложно. Вы не представляете, как я завидовала другим блогерам, у которых, ну, я не знаю, там, 50 тысяч подписчиков. Мне казалось, что 100 тысяч подписчиков, тем более полмиллиона, это просто нереальная цифра. Завидовала ли я таким блогерам? Конечно, завидовала. Почему? Да потому что мне хотелось точно так же. Но что происходит каждый раз, когда я ловлю себя на чувстве зависти? Что такое зависть для меня? Зависть – это когда я хочу, чтобы у меня было так же, как у кого-то, чтобы я обладала чем-то, чем обладает другой человек, чтобы я выглядела так же, как выглядит другой человек. И вот в этот момент совершенно точно в моем представлении о себе самой, о своей жизни включается понимание того, а какую цену мне придется заплатить за то, чтобы иметь, допустим, миллион подписчиков. Самое очевидное на современном YouTube – это ты должна очень много выпускать видео, ты должна стать дейли-блогером. Невозможно сейчас, выпуская видео два раза в неделю, набрать 100 тысяч подписчиков за какие-нибудь 4 года. На средней тематике, именно такая тематика есть у моего канала, невозможно 100 тысяч подписчиков набрать даже за 4 года. Это крайне сложно сделать. Соответственно, мой выход был попробовать записывать дейли-контент. Чем больше видео в разной тематике, несмотря на то, что сначала я углубилась в тематику моды, потом я поняла, что тематика минимализма в моем исполнении пользуется популярностью, я поняла, что я не должна останавливаться, я должна постоянно искать свои темы, я должна больше работать, я должна больше контента выпускать. В итоге меня это привело, ну почти уже привело к серебряной кнопке. Кстати, сейчас многие отписываются от меня, видимо, очень не хотят, чтобы я серебряную кнопочку получила, но просмотры при этом не падают. Канал, как последние 3 месяца, наверное, даже последние полгода генерировал, 2,5 миллиона просмотров в месяц. Это очень много, дорогие мои зрители, дорогие блогеры, кто меня смотрит. Но, тем не менее, подписки у меня не просто падают, а именно новые подписки не покрывают количество тех, кто, видимо, не хочет, чтобы я получила серебряную кнопку и подписывается от моего канала. Ну что ж, пусть будет так. Я, на самом деле, к 100 тысячам не стремлюсь, потому что на 100 тысяч канал будет проходить серьезную проверку на соответствие контента, на ненарушение определенных вещей. Это значит, что, прежде всего, мне самой на каких-нибудь 99 тысячах придется посвятить целые сутки для того, чтобы свой контент проверить и ролики, которые, я считаю, могут вызвать вопросы, их удалить. Когда я еще кому-то завидовала? Ну, давайте возьмем, опять же, тематику близкую с блогерством. Например, иногда я смотрела раньше видео, у меня, возможно, еще своего канала не было, я думала, боже мой, ну как она классно выглядит, как она классно выглядит в свои годы, в свои годы слегка меня постарше, в свои годы слегка меня помоложе, дом у нее красивый, все чисто и так далее. Ну, я думаю, несложно понять, что так касается любого случая, когда я чему-то, либо кому-то завидую, когда я хочу иметь, например, дом побольше. Хочу ли я иметь дом побольше? Да, конечно, чтобы мои дети где-нибудь играли в другом конце квартиры, я их не слышала, потому что они очень-очень шумные. Трое мальчишек, они добавляют драйва, драйва в каждодневную жизнь, тем более, когда они так долго на каникулах. Конечно бы я хотела иметь какой-нибудь огромный дом, чтобы они где-нибудь там играли, безопасное пространство для них, а я, в общем-то, не слышала, свои видосики бы монтировала. Но хочу ли я больше работать? Хочу ли я, чтобы мой муж больше работал? Нет, не хочу, меня сейчас все устраивает. Хочу ли я платить больше налогов? Нет, вы знаете, не хочу. В Талю очень-очень серьезные налоги на недвижимость. Что налоги при приобретении недвижимости, что налоги, которые ты платишь потом, обладая этой недвижимостью, заработав денег на эту недвижимость. Поэтому, в общем-то, меня это останавливает. Точно так же, как и новая машина. Я бы хотела себе сменить машину. На самом деле, новая машина – это то, на что я решила копить денежки. Но потом я поняла, что, в общем-то, используя свою машину, которую я только здесь по городу использую, она имеет очень маленький пробег. Я продам за какие-то просто смешные деньги. Мне ее уже оценили. Зачем мне покупать новую машину? Практически такую же. Я бы пересела на точно такую же машину, как у меня сейчас, но в другом цвете. Салон бы другого цвета. И кузов бы другого цвета заказала. Год выпуска тоже был бы другой. Год – это бы для меня означало большие налоги. Потому что в Италии, по крайней мере, так, чем старше твоя машина, тем меньше налогов ты платишь. В то время как, чем новее твоя машина, тем, в общем-то, больше налогов ты платишь. На самом деле, на мой взгляд, это достаточно справедливо. Поэтому, дорогие зрители, могу сказать, что да, я являюсь человеком завистливым. Но всегда, когда я чему-то завидую, я вижу оборотную сторону. Обладание теми или иными вещами, нахождение в той или иной ситуации. Я всегда для себя смогу проанализировать и понять, для меня подобная цена является приемлемой, хочу ли я ее заплатить. И очень часто я говорю, что нет. Спасибо, мне хорошо там, где я сейчас нахожусь. Поэтому, по факту, я крайне редко кому-то завидую. А если и случается, что я кому-то завидую, для меня это, прежде всего, является первым шагом к тому, чтобы достичь своей цели. И на самом деле, каждый раз, когда вы кому-то завидуете, возможно, это означает ваш первый шаг к достижению вашей цели. Потому что вы уже признались себе, что то, чему вы завидуете, это именно ваша цель, которую вы хотите достичь. Соответственно, первым шагом является очень часто признание, что да, я хочу так, как у нее. Я хочу так, как у него. И, соответственно, понимание того, что мне нужно сделать для достижения этой цели. Ну и в завершении этого видео я расскажу последний случай, который я очень хорошо помню, когда я очень и очень завидовала другому человеку. Об этом случае я, кстати, уже рассказывала. Когда Егору было примерно год и два, мы приехали с ним на море. Это случилось, как это ни странно, наша поездка, она случилась с Лидой Деезовым. И вот, гуляя по морю, я гуляла и останавливалась там, где останавливаются другие итальянские мамочки со своими детками, примерно такого же возраста, как Егор. Однажды я услышала разговор. Я тогда не говорила на итальянском языке, но я только-только выпустилась из университета и владела испанским языком в совершенстве, поэтому итальянскую речь и ее суть я тоже могла воспринимать. И вот однажды я услышала разговор двух мамочек между собой. Они обсуждали, куда пойдет их ребенок в определенном возрасте. Детки были все маленькие, такие же, как мой Егор. Куда он пойдет, когда ему исполнится определенное количество лет и нужно будет выбирать свой первый спорт. Я слушала их и понимала, что если я останусь жить в России, а тогда все к этому и вело, тогда даже речи не было о том, чтобы жить на две страны, уж тем более, чтобы переехать, тогда я поняла, что, боже, я даже не задумываюсь, задумываюсь, живя в Москве, в столице такого большого государства, о том, что мой ребенок куда-то на спорт пойдет. Потому что в Москве на тот момент, когда я там жила, когда Егор родился, когда ему было год и два, ни о каком спорте не могло быть и речи, потому что те пробки, которые были, опять же, то отсутствие секции, либо очень-очень маленькое их количество, опять же, погодные условия, когда ты не можешь ребенка водить на бассейн, просто если он склонен к катитам, к бронхитам, и ты не можешь его водить на бассейн, прежде всего, в силу вот такого состояния, таких особенностей его здоровья. И я так начала завидовать этим мамам, вы представить себе не можете. В определенный момент я испытала такую грусть и печаль, что моя жизнь никогда, никогда не будет вот такой, как у этих мам. Я смотрела на них очень внимательно, я очень долго находилась рядом с ними. На них не было дорогих украшений, на них не было, да ничего на них не было, мы все были в купальниках, не были надеты дорогие очки. Но я так им завидовала, я вам даже, дорогие зрители, передать не могу. Эту ситуацию я помню до сих пор. Это состояние зависти, когда ты не можешь купить то, чему ты завидуешь, ты не можешь купить секции, ты не можешь купить движение без пробок в том месте, где на тот момент я жила. Я помню до сих пор. И я считаю, что именно тот разговор, в том числе, повлиял настолько на мою решимость именно жить на две страны. Потому что я много раз рассказывала, что когда мы приняли решение, что мы попробуем жить на две страны, я была в очень невыгодном для себя положении. Я приехала в страну, где я ничего не знала. Я жила с маленьким ребенком, у которого не было педиатра. Я жила с маленьким ребенком, которому через год нужно было пойти в сад. И, конечно же, нужно было выбирать, где он пойдет в сад. И самое главное, каким образом в сад его устроить, если он пойдет здесь, в Италию. Но на самом деле на тот момент очень остро стояла и проблема пойти в сад в Москве. Кто имеет детей возраста Егора, я думаю, что помнит, как сложно было устроить своего ребенка в сад. Возможно, до сих пор это так. Было очень много знаков вопросов. Вопросов гораздо меньше, чем ответов. Я оставила мужа, которого, конечно же, могли прибрать к рукам более ушлые, более молодые, более красивые. Но, тем не менее, я сейчас считаю и вспоминаю, что, возможно, именно тот разговор, именно то мое состояние зависти, безысходной зависти, которую я не могу удалить, повлияло в том числе на мою решимость однажды рискнуть и жить на две страны, чему я сейчас очень-очень рада. И я очень благодарна этому случаю в своей жизни, когда я вот таким образом завидовала двум мамам, двум женщинам, которые, возможно, были хуже одеты, чем я, которые были не так молоды, как я, которые были не так красивы, как я. И дети у них были не такие классные и хорошие, как у меня. Но я совершенно точно осознавала, что я им завидую. И их жизнь для меня – это та жизнь, которую мне бы хотелось иметь. На этом с вами, дорогие зрители, прощаюсь. Хочу все-таки напомнить, что часто, когда мы кому-то завидуем, и когда мы это сознаем и понимаем, это наш первый шаг к тому, чтобы однажды это получить. Чего я всем, конечно же, желаю – иметь то, что действительно хочется, что доставляет радость, приносит удовольствие и счастье. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока.